И в музее Циолковского авиации и космонавтики сегодня вновь можно почувствовать атмосферу праздника и узнать, как отмечает Новый год на орбите. О елке в космосе. Милана Поварницына. Мало кому из землян так везет. Оказывается, что во время полета космонавты могут встретить Новый год 16 раз. Но, конечно, так не делают. Отмечают поводы, лишь знаковые для членов экипажа. И от традиций не отступают. Космонавты также получают и подарки. Обычно вес подарка не превышает 2,5 килограммов. 500 грамм из подарка приходится на подарки от семьи, а 2 килограмма из Центра управления полетами. Также космонавты обычно наряжают космическую станцию в классические новогодние украшения, привычные нам. Наряжают елку, также одевают различные новогодние костюмы. Впервые Новый год в космосе праздновался экипажем советской станции «Салют-6» в 1978 году. А с запуска орбитальной станции «Мир» встречи праздника на орбите стали регулярными. На этой же станции произошло еще одно историческое событие. Космонавт Поляков впервые открыл на борту бутылку шампанского. В 2001 году после перерыва в связи с запуском первых модулей МКС традиция возобновилась. Новый год в космосе встретили почти 80 человек. Я думала, что вообще в космосе как не отмечают Новый год. А вот оказывается, что отмечают, так наряжаются в разные костюмы, елки ставят, снеговикают. Потом вот, ну, бывает, фотографируются вот так вот. Тоже так, как на земле отмечают Новый год. Тоже так, наверное, у них там весело. Милана Поварница, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.